друзья всем привет вы на канале moto санчо на улице у нас ощутимо похолодало небо заволокло серыми тучами идет дождь к тому же дырочка поломался подвел меня бармот поэтому я решил переключиться пока на москвич как вы правильно подметили в комментариях проектов у меня много руки всего две поэтому всегда найдется чем заняться вот давайте посмотрим с чем же мы можем сегодня поработать что касается выпускного коллектора маховика сцепление колокола все это детали достаточно увесистые и устанавливать их на двигатель я планирую тогда когда вынесу его из мастерской то же самое касается и генератора правда с ним предстоит еще повозиться надо будет разобрать проверить состояние подшипников а также в принципе его работоспособность ну и конечно же почистить покрасить он весь какой-то ржавый окислившийся здесь же у нас лежит впускной коллектор внутри видим тоже окислы огромное количество черного нагара а снаружи бакелитовый лак зачем его так покрасили думаю для подстраховки на случай если в литье алюминия образовалась какая-то пора то этот лак не должен дать доступа воздуха чтобы не было подсоса поэтому я думаю его почистить а потом покрасить как и двигатель синим акрилом ну а также у нас здесь есть большое количество деталей системы охлаждения различные краны отводы патрубки вот вот это вот честно говоря мне совсем не нравится такие раковины с другой стороны можно подрезать укоротить и будет работать ну естественно сначала все это надо чистить и смотреть состояние здесь же нашелся переходник маслофильтра помпа которую я хочу заменить на новую и бензонасос все это тоже можно сегодня установить кажется вся моя работа сегодня будет очень много общего иметь с реставрацией детали системы охлаждения серьезно пострадали от времени окислились и все это сейчас необходимо разобрать почистить помыть осмотреть на предмет повреждений и вынести какое-то решение о дальнейшем использовании видим даже болты все покрыты ржавчиной скорее всего в системе охлаждения работала вода и были множественные подтекания от этого и налет внутри накипь и от этого окисление металла если не ошибаюсь вот эта деталь которую я сейчас разбираю это корпус термостата и там внутри должен располагаться сам термостат которого здесь просто нет получается у нас москвич работал постоянно на большой контур охлаждение не думаю что завода такую систему применили видимо кто-то сюда уже залез своими руками что ж будем искать будем искать краны все окислившиеся прям позеленевшие интересно они еще работают они еще держат все это тоже разбираем а а а Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 думаю вот это подойдет в этой бутылке бензин смешанный с двухтактным маслом это смесь для заправки дырчика здесь около 150 миллилитров а в качестве принимающей емкости будет баночка из-под детского питания на 200 миллилитров для наглядности я взял прозрачные шланги направление движения топлива указано на корпусе насоса здесь не запутаешься ну давайте попробуем видно пошло качает и качает достаточно эффективно собственно уже начала захватывать воздух пока бензин не дошел до насоса подтягивала медленно но как только он попал к мембранам сразу эффективность насоса увеличилась отлично приступаем к установке первым делом поставим на место шток топливного насоса он упирается в специальный кулачок распредвала который отвечает за снабжение двигателя топливом ну а затем у меня есть две совершенно новых картонных прокладки и подозреваю что текстолитовая теплоизолирующая проставка все это я собираюсь сейчас поставить на герметик чтобы не было отпотевания масла что интересно теплоизолирующая прокладка под бензонасосом москвича это не тюнинг и не самодеятельность а самое что ни на есть заводская комплектация дело в том что бензонасос установлен на головке а это самое горячее место двигателя неудивительно что бензин в нем очень быстро закипает а если этой проставки не будет то закипит вообще мгновенно естественно насос после этого перестает работать очень часто помню сталкивался когда учился на права как раз на 412 москвиче ездил по автодрому мастер открывал крышку капота чтобы улучшить охлаждение а на бензонасос укладывал мокрую тряпку и знаете братцы кажется наш двигатель обрел голос скажите пожалуйста как вы себя чувствуете в процессе сборки что в переводе с москвичевского значит чувствую себя хорошо можете продолжать а вот для того чтобы продолжить мне понадобится впускной коллектор сегодня работа в него уперлась и дальше не пошла его тоже надо привести в порядок почистить покрасить но это уже не сегодня а в следующий раз а сегодня финале этого видео давайте немного времени уделим распаковке посылки которую сегодня доставили из минска отправитель александр коробка накрестоклеена скотчем с надписью осторожно поэтому осторожно ее вскрываем а внутри первым делом видим письмо санчо привет смотрю твои видосы почти два года огонь жги еще высылаю тебе в коллекцию мод в рубрику мод на комод мод без пробега пять лет пылился в гараже сто процентов растаможен и т.д. высылаю консервную банку извини но пустую тоже не смог найти в гараже не обязательно съедать содержимое ну а банку отмой как следует и положи в гараж я недавно искал консервную банку до было дело ведь скромные подарки тебе ко дню космонавтики 12 апреля так как у тебя есть космич 2140 и ты смело можешь отмечать свой профессиональный праздник привет семейки всего самого наилучшего санчо минск класс давайте смотреть вот это я так понимаю консервная банка я не помню для каких целей я ее искал но в гараже не было здесь черноморская килька килька черноморская не разделанная в томатном соусе с душой и любовью сделано в городе одессе на одесском консервном заводе спасибо ну а что касается мод на комод судя по размерам это мотик на комодик такой довольно компактный чоппер длинная вилка бак капля на подшипниках красота спасибо тебе александр за классные подарки и позитивное настроение вот на нем там и сегодня пожалуй и остановимся всем спасибо всем счастливо и всем пока